В эти дни все мы в той или иной степени находимся под определенным влиянием разных информационных потоков. Много что происходит вокруг, и так или иначе, все это нас касается. И в какой-то степени многие, наверное не все, но многие, довольно-таки много времени посвящают пересказыванию того, что услышали, того, что увидели. И часто происходит так, что все эти разговоры, все эти обсуждения, они идут в ущерб нашей духовности. Идут в ущерб тех прямых обязательств, которые мы несем на себе перед Всевышним, перед обществом, перед близкими, перед семьей. Потому хотелось процитировать 105-й аят, напомнить 105-й аят из суры Аль-На-Ида. В этом аяте Всевышний, Аллах Субхану Атали, ко всем нам обращается. Я юглядин ааману, к людям верующим. Всевышний обращается к людям верующим. Я юглядин ааману, алийкум, анфусакум. Вот те, которые уверовали, вот те, в чьих сердцах, в чьих душах, в чьих сознаниях, в чьих делах присутствует вера во Него. Во Всевышний, Аллах Субхану Атали. Алийкум, анфусакум. Будьте внимательны к своему внутреннему духовному миру. Позаботьтесь о самих себе. Но не в том смысле то, что нужно отречься от мира сего и вот заботиться о себе. Только о себе, лишь себе, как некого эгоиста и того человека, который думает только лишь о своих потребностях, о своих капризах, о своих желаниях. Нет, алийкум, анфусакум, в смысле того, что важно в первую очередь хранить на должном уровне связь со Всевышним. Важно заботиться о своем духовном мире, не забывать о своих прямых обязательств в первую очередь перед ним. Аллах Субхану Атали. Как в другом аяте тоже используется слово анфус. Известнейший аят, который говорит. Всевышний Аллах Субхану Атали не изменит положение, в котором оказался тот или иные народ, те или иные люди, до тех пор, пока они не изменят самих себя. Многое в жизни происходит. Но зачастую человек не пытается узреть во всем происходящем некую Божью мудрость, увидеть некие назидания, которые должны коснуться лично его самого. Когда человек должен что-то исправить, что-то подкорректировать в своей повседневности. А вместо этого мы погружаемся в разговоры, в обсуждения. Абсолютно в какой-то степени пустые. И даже ты в какой-то степени не понимаешь, соответствуют они действительность и не соответствуют. Всевышний Аллах Субхану Атали говорит. Вот те, которые веровали, в первую очередь, позаботьтесь о своем духовном мире, позаботьтесь о самим себе. Вам не навредит тот, кто сошел с прямого пути, до тех пор, пока вы сами четко этот прямой путь, свои принципы, свои правила соблюдаете. Не забывайте, что все вы, абсолютно все, вернетесь к Аллаху Субхану Атали, вернетесь ко Всевышнему, вернетесь к Господу, вернетесь к Создателю. Но для чего вернетесь? Для того, чтобы Он сообщил вам, оповестил вас, напомнил вам о том, что вы делали. Кто-то из благого, праведного, а кто-то из греховного. То, что вы делали. Интересно, в тафсирах, в данном аяту приводятся слова известнейшего соподвижника Ибн Аббаса. Ибн Аббас сказал. Ибн Аббас в толковании к данному аяту говорит. Этим аятом Всевышний Аллах Субхану Атали хочет нам сказать. Если раб Божий, если человек будет покорен мне, Аллах говорит, покорен мне касательно того, что я ему приказал из разрешенного и запрещенного, то в этом случае ничто вокруг ему не навредит. Никто из тех, кто сошел с прямого пути, ему не навредит. Но это лишь тогда, когда человек будет действовать и жить в соответствии с тем, что я ему велел, говорит Аллах Субхану Атали. Вроде бы простое правило. Банальное. Всем нам понятное. Но опять же, анализируя свою жизнь, понимаешь, насколько это правило далеко от нашей повседневности. Сублюдение просто халяля. Сублюдение просто харама. Выполнение тех предписаний, которые мы несем пред Всевышний Аллах Субхану Атали изо дня в день. И с часа в час. Сколько много тех людей, которые даже приходят в пятницу и считают, что я в пятницу пришел, этого достаточно. Он не осознает и не понимает ту значимость, которую несет каждый из пяти намазов в течение каждого дня. Человек легко может все, что можно употреблять и кушать. Главное, чтобы было вкусно, чтобы было сладко. Но не задумывается о том, что это халяль или харам. Но не понимает то, что тем самым он приступает те законы, которые Всевышний Аллах Субхану Атали установил для нас же. И как итог этих малых либо больших проступков Всевышний неспосылает на нас определенные испытания, чтобы мы вновь и вновь вспомнили о нем. Но проблема в чем? Проблема в том, что встряска за встряской, но мы вновь и вновь забываем о нем. Забываем о его предписаниях. Мы зачастую не меняемся в лучшую сторону. То коронавирус, то одно, то другое, то третье. Но мы остаемся прежними. И вот до тех пор, пока эти банальные истины мы для себя не раскроем, до тех пор, пока мы изо дня в день не будем стараться строго соблюдать то, что Всевышний Аллах Субхану Атали нам предписал, вот эти испытания, они вновь и вновь будут на нас оброшиваться. Приводится хадис. В этом хадисе рассказывается о том, что Абу Та'ляб Аль-Хушани уточнил у посланника Всевышнего Аллаху Субхану Ассаляму смысл данного аята. Того аята, который был зачетен. Аликум анфусукум лаядорукум андаллидахтадейтум ляллахим арджиукум джемиафу юнаббиокум бимакунтум таамалюн. Уточнил. Потому что у многих соподвижников возник вопрос. Неужели данный аят он призывает к тому, чтобы человек был ограничен лишь самим собою? Своими заботами, пускай будут даже духовными заботами. Когда человек заботится только лишь о своем духовном мире. Да вроде бы приезжает на утренний намаз. Вроде бы приезжает на ночной намаз. Вроде бы той или иной соблюдает, но живет в своем миру. И его абсолютно не интересует, а что происходит в семье? Что происходит у твоего брата? Что происходит у твоего соседа? Человек вроде бы себя духовно сформировал, остальное ему не важно. И из данного аята возникает некий такой вот смысл, что приоритет это ты. И соподвижник Абу-Са'ляб уточняет у посланника Всевышнего смысл данного аята. И посланник Всевышнего говорит. Нет, данный аят нужно понимать так. То, что вы обязаны призывать благому и вы обязаны удерживать от скверного. Ваша обязанность в людях верующих нести добро на этой земле. Нести добро на этой земле. Призывать благому, праведному, светлому, хорошему. И в то же время стараться противостоять. Хотя бы на уровне слов, хотя бы на уровне мысли. Но противостоять всему тому, что является мункер. Порицаемым, недостойным, неправильным. И посланник Всевышнего, Али Исаиасим продолжает. И тогда вот это состояние, призыв благому и удержания скверного, это то состояние, которое должно быть вам присуще. Но когда вы увидите скупость, которые покоряются, когда человек в материальном плане старается лишь граничить все блага собою, и вот эта скупость, она берет власть, скляжничество, берет власть над ним, и человек покорен вот этому состоянию. Мне, мне, мне. Быть может, порой вспоминает про свою семью, и не более того. Второе. Вагаванмута и капризы, на поводу которых идут. Капризы. Хочу. Как дети. Хочу. Ну, конечно, пожалуйста. Отец сразу. Ну, пожалуйста, конечно. Или мама. Вот это гала, когда хочу. То или иное. У каждого свой уровень. Кто-то пирожок, а кто-то самолет. Человек не понимает, что есть миллионы людей, которые голодают. Я хочу. Как раз говорится, гаванмута, когда капризы, появятся капризы, на поводу которых идут. Вадунья муфера и мирская жизнь, которые отдают предпочтение. Когда забудут о вечности. О вечности. Будут думать, что они... Дунья, только для них существует мирская жизнь. Дунья муфера. И четвертый момент. И когда обладатель мнения будет восхищаться своим мнением. И остальные мнения для него будут не важны. Вот тогда, по словам Всевышнего, Алиса Анастасия говорит, Вот тогда позаботьтесь, в первую очередь, о своем духовном мире. И оставь простолюд. Интересный момент. Оставь вот эту серую массу, которая погружается в то или иное, что не поможет ни в этой жизни, ни в вечности. Вот тогда строго забудьте о своем, как внутреннем, духовном мире, так и внешнем. И оставь авам, серую массу. Оставь ее. И по словам Всевышнего продолжает, воистину вас ждут сложные дни. Сложные дни. Проявление терпения в эти дни схоже с тем, что человек будет держать раскаленный уголек в своих руках. Нужно будет проявлять терпение. В том числе в вопросе следования религиозного предписания. В вопросе следования определенным принципам. В вопросе сохранения своего духовного мира. Сложно, но ты держишься за это. Держишься за это настолько трудно, что будто бы ты держишь раскаленный уголек в своих руках. И по словам Всевышнего, Алиса Анастасия подчеркивает. Но интересно, что в эти сложные дни, непростые дни, когда нужно проявлять в том числе терпение, тот человек, который несмотря ни на что, но будет стараться что-то делать, не просто пассивно опустят руки и будет пассивно чего-то ждать, а в основе Всевышнего подчеркивает, делать благое, праведное, то его награда сравнивана с наградой 50 человек, которые совершают подобное ему, но в другие дни. Интересно то, что соподвижники приспросили, 50 из числа людей того периода или 50 из числа нас, соподвижников. И по словам Всевышнего, Алиса Анастасия подчеркивает, 50 из числа именно вас, именно соподвижников. Потому, какие бы времена ни были, важно хранить, сохранять, укреплять связь со Всевышним, Аллаху Субхану Ак-Алли. Важно строго соблюдать те или иные предписания, которые Всевышний, Аллах Субхану Ак-Алли, на нас разложил. И вместе с этим очень важно быть активными, быть активными в благу. Много о чем хочется сказать, много разных аятов, хадисов в течение последних дней всплывало в памяти. И думал, что же процитировать, о чем же рассказать. Но я думаю, в последующем те или иные аяты, те или иные хадисы, вновь и вновь будем разбирать. Но хотелось бы напомнить о том, что слово «щух», скупость довольно-таки часто встречается в Куране, довольно-таки часто встречается в Куране, и в том числе в контексте внутрисемейных отношений. Там говорится, «Ох, даратиль амфусу, щух», и скупость, она заложена в людских душах. То есть, вот этот «щух» — это как часть человека. Но этим словам, Божьим словам, предшествуют другие слова. Да, безусловно, здесь аяты посвящены отношениям между мужем и женою, внутрисемейные отношения. Но в том числе данная часть, она касается в целом общечеловеческих отношений. А слова эти переводятся как «и перемирие лучше». «И перемирие лучше». Дай Бог, чтобы мы осознали это. Дай Бог, чтобы остановилось кровопролитие. Дай Бог, чтобы воцарился мир на земле. Но для этого, как было сказано в первой проповеди, для этого важно, в первую очередь, нам самим в духовном плане, в нравственном плане измениться. Продолжение следует...